Январь 2019 год, Германия. Я сижу в отеле с одним молодым парнем, он уже был миллиардером. Он попросил меня, чтобы я помог поднять популярность его компании Brent, а это моя экспертность. И когда мы обсудили наши дела, он немножко показал, как он живет, что у него есть. Открыл один кошелек, говорит, смотри, вот здесь у меня 75 миллионов евро. Да, вот здесь, вот в этом кошельке, вчера заработал за несколько часов 300 тысяч долларов. Ну вот в таком порядке. А потом он мне сказал, а знаешь, как это все получилось? Я говорю, как? Он говорит, а мне когда-то в руки попал один тренинг, интересный тренинг, на котором обучают масонов. И вот там рассказали, как материализовать любые желания. Хочешь я тебе его дам? Я говорю, конечно, давай. И тогда мне в руки попал вот этот тренинг. Самое интересное, что я не знаю, кто его ведет, потому что тренинг так и назывался, секретный тренинг. Вот, 13 уроков. И когда включаешь здесь, смотрите, я переведу тренинг на немецком языке. На тренинге обучают масонов, тампольеров, иллюминат. Эти ребята присутствуют в зале. И он говорит, завтра мы с вами поговорим о том, как зарабатывать миллионы, как воплотить любую мечту, как сделать жизнь сказкой. Все, чего можете пожелать, я вам расскажу завтра. И вот в этих уроках он детально это все рассказывает. И сегодня вот в этом видео я вам расскажу 5 самых главных элементов, которые скрываются, да, или которые, может быть, не все знают. Но от некоторых из них я был просто в шоке, потому что то, чему обучают всех, полностью отличается с тем, чему обучают они. Поехали! Первый секрет, о котором они говорили, он в какой-то степени простой, но в другой же степени он, наверное, какой-то злой, несправедливый, плохой. Он говорит, самый лучший обман – это 90% правды, 10% неправды. Когда, говорит, вышла книга «Дума и богатей», есть люди, которые запретили или не захотели, чтобы эта книга выходила на рынок. И ее сняли со всех печати. То есть она сначала вышла, потом ее сняли со всех печати. Потом надо было изменить кое-что, то есть в книге «Дума и богатей» что-то изменили и выпустили ее опять на рынок. Он говорит, вы что думаете, Трамп издавал хоть одну какую-то свою книгу? А есть же книги Трампа. Он говорит, не-не-не, вы что, Трамп не издавал никаких книг. Это люди за него издают книги. Он говорит, а другие великие люди, которые богаты, вы думаете, они издают какие-то книги? Зачастую, говорит, за них издают книги. Поэтому в этих книгах, скорее всего, вы не найдете всего того, чего знают они. Поэтому, говорит, самое первое, что вы должны понять, вы должны ставить под сомнение то, с чем вы соприкасаетесь с той информацией, особенно в интернете. Видео, книги, секреты вот эти все. Он говорит, скорее всего, в них есть много правды и чуточка неправды. И за счет того, что вот там есть вот эта чуточка неправды, она делает все эти инструменты достижения цели, успеха не на 100% действенными. Они не работают до конца. Поэтому люди, которые их смотрят, они не получают того, чего они хотят. Они рисуют, воображают, но они все равно не получают того, чего они хотят. Это первое, что нужно знать. Второе. Он очень много рассказывал о том, как достигать своих целей. То есть, как мыслить так или как желать так, чтобы твои цели реализовались, чтобы желания исполнялись. И когда он это все рассказывал, 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 меня тоже посетил вопрос, а как записывать цель? Ну, дату там. Потому что всегда же говорят, запишите цель конкретно, четко. Еще объявите всему миру то, что вы хотите достичь этой цели. И ему задали этот вопрос, а почему вы не говорите о том, что цель нужно записать? Он говорит, а ее не надо записывать. Он говорит, а, да. Вы, наверное, сейчас удивитесь, потому что везде говорят, запишите цель. А я вам говорю, не надо записывать цель. Он говорит, потому что то, что вы хотите, чтобы это реализовалось в вашей жизни, если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, важно, чтобы вы в это поверили. А если вы это записали, чем ближе вы будете пододвигаться к этой дате, тем меньше вы в это будете верить. А хоть 1% сомнений, это 100% неудачи. Он говорит, поэтому, если вы хотите, чтобы ваши желания исполнялись, не привязывайтесь к дате. Потому что, ну, он красиво это сказал. Я не знаю, верят они в Бога или нет, но они верят в любом случае в законы Вселенной. Он говорит, вот эта Вселенная, которая исполняет ваши желания, она, говорит, исполняет. Вы не исполняете, вы не приказываете. Потому что, когда вы утверждаете цель, вы этим самым приказываете. А вы не должны приказывать. Вы должны пожелать и дать ей возможность осуществить ее лучшим способом и в лучшее для вас время. А когда вы утверждаете время, вы говорите, я хочу именно к этому времени, к этой дате. Вы как бы Вселенной приказываете, джин, исполни мое желание. Он говорит, нет, мы так не работаем. Поэтому это вот, говорит, как раз таки и есть один из тех обманов, который внедряется в обществе, чтобы люди привязывались к цели, чтобы они говорили дату, утверждали дату и не получали результата. Вот так вот. Я, честно сказать, был в шоке от этого. Следующий момент немало интересный. Если вы хотите крутую машину, то не надо конкретизировать. Не надо говорить, я хочу BMW 6-ку с вот таким-то салоном и пошло-поехало. Он говорит, если вы хотите виллу, не надо конкретизировать, я ее хочу на море или там-то, или там-то. Он говорит, да, я знаю, вы это слышали. Конкретизируйте детали, хочу вот такой балкон. Он говорит, ну знаете что, это сработает. Сработает, но говорит, важнее не то, что это сработает, а то, что может быть то, что вы получите, не сделает вас счастливым. Поэтому дайте вселенной, ну для меня легче говорить, дайте Богу, да. Он говорит, дайте вселенной исполнить ваше желание наилучшим образом, лучшим способом для вас, и чтобы для вас это было, может быть, самое лучшее. Ну, к примеру, вы, говорит, хотите BMW 6-ку, а ягуар для вас было бы лучше. Но вы не думаете о ягуаре, и может быть, потому что вы хотите, ну, вы, может быть, не верите, что вы чего-то заслуживаете большего. Он говорит, так дайте вселенной сделать то, что вам, для вас вот реально будет хорошо. Он говорит, поэтому, если вы хотите машину, не конкретизируйте, просто скажите те ощущения, которые хотите испытать с этой машины. Я хочу себе машину, чтобы я в ней чувствовал себя хорошо. Я себе хочу машину, чтобы она у меня была, вот она покрывала все мои потребности, чтобы она меня возила, чтобы она нравилась мне, да, чтобы я чувствовал себя в ней хорошо. Если вы хотите дом, подумайте о том, что вы хотите чувствовать в этом доме, да. И вот он про вот это говорил, не про конкретику, краска, год, машина, марка, нет. Он говорит, что вы хотите чувствовать, когда вы получаете ту или иную цель. Вот это представьте. И дайте вселенной дать вам этого. Потому что вы, говорите, хотите BMW 6-ку, а вселенная может дать вам майбах, к примеру, с которым вы будете чувствовать себя еще лучше. Вселенная может вам дать виллу на берегу одного моря, а вы захотели какой-то коттедж в каком-то городе. Говорит, дайте, говорит, вселенной, дать вам то, что она пожелает вам дать. Вот. Веда говорится, что Господь исполняет желание всех живых существ. И когда мы говорим, Господь, я хочу вот чувствовать что-то. Да, я хочу получить что-то в своей жизни. Дай, пожалуйста, мне не то, что я хочу, а то, что ты считаешь для меня будет самым лучшим. И говорится, что Бог исполнит желание тогда самым лучшим образом. Это второй момент. А, это третий момент. Следующий. Для того, чтобы вы начали притягивать в свою жизнь то, чего вы желаете, для того, чтобы ваши желания начали исполняться, а ваши цели достигаться, он сказал, и этому он уделил, наверное, три или четыре лекции по одному часу. Именно вот этому разбору. Потому что это важно. Он сказал, важно настроение. Настроение от слова настрой. Знаете, как канал настроился на правильную волну. Раз, я покрутил антенну, поймал. И я слышу звук. И он говорит, также, ваше желание имеет определенный настрой, определенный канал, определенную волну. И важно, когда вы что-то пожелали, вы говорите, хотите виллу, хотите богатство, хотите семью. Вот вы чего-то желаете. Важно, чтобы вы на эту волну настроились. Вы должны себя включить, и чтобы вы настроились на эту волну, чтобы в вашу жизнь это приходило. Это довольно-таки глубокая тема, большая тема. Но если в двух словах сказать, чтобы было понятно. Если вы хотите каких-то позитивных изменений, то вам нужна позитивная волна. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни произошло какие-то позитивные чудеса, вы должны настроены быть на позитив. На позитив это значит, вы должны чувствовать хорошо себя, не негативно. То есть, когда человек чего-то боится, пандемии, вирусов, налогов, денег, я не знаю, он боится, то он настроен на волну, которая будет в его жизнь именно это же и давать. То есть, в его жизнь будет приходить то, на что он настроен. Если он настроен на какие-то обиды, разочарования, будут приходить люди и ситуации, которые ему будут это давать. Поэтому он говорит, если вы хотите, чтобы в вашей жизни были богатства, успешная жизнь, чтобы вас любили, он говорит, настройтесь на эту волну. Вы должны быть позитивно настроены. Позитивный, это не когда я в очках. Меня ударили, я такой в розыгах очка, так, о, прикольно, я такой нормально, меня, о, еще раз ударили, я же есть такой на позитиве. Нет, позитивный настрой, это я понимаю, что то, что происходит, оно всегда приведет меня к чему-то лучшему. Я беру любую ситуацию, даже негативную, стараюсь сделать из нее выводы и понять, какой урок я должен взять из этой ситуации. Чему я должен научиться для того, чтобы двигаться дальше. Мы всегда должны расти. Любая проблема, это просто сигнал того, что где-то в прошлом я совершал какую-то ошибку. Поэтому, если в моей жизни сейчас есть проблема, значит, в прошлом я совершил какую-то ошибку. И эта проблема, она указывает на какую ошибку я совершил в прошлом. даже если я не знаю, какую ошибку я совершил, не могу понять. Я могу понять, что эту проблему, если я ее решу, да, вот, я ее решил определенным образом, то в будущем я не должен делать каких-то ошибок, которые приведут к этой проблеме. То есть, я постоянно должен анализировать. Если в моей жизни все хорошо, значит, я действую нормально, и это привело к хорошим результатам. Если в моей жизни есть какие-то проблемы, значит, мои действия привели к этим проблемам. Понимаете? Проблемы, они из воздуха, не получаются. Это последствия наших действий. И все. И последний, наверное, самый важный момент, о котором они говорили. Энергия, энергия, и еще раз энергия. Если, говорит, в вашей жизни нет энергии, то у вас не будет сил реализовывать. Потому что он говорит, как есть русская поговорка, знаете, под лежащий камень вода не течет, так же он говорит, что для того, чтобы ваши желания и цели реализовались, вы же не должны лежать на диване. Вы должны двигаться. А для того, чтобы вы двигались и делали какие-то действия, может быть, зарабатывали денег, увеличили какие-то процессы в бизнесе, или наоборот, начали заниматься бизнесом, для этого вам нужна энергия. Не просто так, я визуализирую, и вот оно все потекло в мою жизнь. Нет. Скорее всего, вам надо стать каким-то экспертом. Скорее всего, вам надо чему-то научиться. И для этого нужна энергия. И удивительно, удивительно, но целый урок он посвятил питанию. Это интересно, о чем он говорил. Он говорил, питайтесь качественной пищей. Я не знаю, вегетарианец он или нет, но он говорил, исключайте максимальное потребление мяса из своей жизни, рыбы, яйца. Он говорит, это то, что забирает максимальная энергия. Вносите в свою жизнь больше фруктов, больше овощей. Он не призывал от этого отказываться полностью, хотя я сам вегетарианец. Он не призывал, поэтому я не знаю, вегетарианец он или нет, но он сказал, внесите в свою жизнь больше энергии, живой энергии, фруктов, овощей, качественную пищу, злаки. Он говорит, добавляйте то, в чем есть энергия. И меньше употребляйте мяса, рыба, яйца. Он ссылался на то, что это грязная пища, то, что их колят, то, что вы будете чувствовать от этого, то, что будете терять энергию. Но он ссылался как раз-таки на то, что я изучаю в Айурведе. Для того, чтобы получать энергию, мы употребляем пищу, в которой есть энергия. Есть пища, которая дает энергию сразу, это живые фрукты, овощи, злаки. А есть, которые дают энергию через потерю энергии. Для того, чтобы переработать мясо, рыба, яйца, мы теряем много энергии. Поэтому он сказал, если вы это и кушаете, то уменьшите этот рацион. А больше фруктов, овощей. Ужин из овощей, к примеру, завтрак из фруктов. И он именно еще аспект делал на биологически чистую пищу. Он говорит, смотрите, что вы едите, проверяйте, смотрите на баночках, что написано. Какие-то там добавки. Он говорит, меньше всяких этих добавок. Кушайте больше чистую полезную пищу, чтобы у вас была энергия.